Мои матчи, на которых я был в основном, все было как-то скучновато, были явные фавориты, было все однокалиточно. А вот сегодня, сегодня я рассчитываю, что все будет очень интересно. И, кстати, Спирита вчера тоже подарили нам захватывающий матч против G2. И есть все шансы, что сегодня на DAS против Eternal Fire что-то подобное будет. По крайней мере, наши аналитики тоже высказались, что может… Ну, вот Бондик говорил, что очень сильные игроки, сильные стрелки и в одной, и в другой команде. Жесткий матч обещает быть, но это, наверное, одно из преимуществ швейцарки, когда команды, ну, по идее, самые слабые, очень быстро отсеиваются. То есть падают в корзину 0-2 и играют там где-то между собой, кто-то пытается выбраться, кому-то это не удается. Ну, а вот сильные команды, фавориты, они проходят там по сетке 2-0, по сетке 1-1. И, соответственно, довольно быстро мы получаем топовые матчи. Вот даже вчера уже были, ну, пара супергромких вывесок. Те же Astralis Vitality играли, те же G2 Liquid. Конечно, вывеска громкая, матч получился не очень, но вот интересные пары уже даже с первого дня у нас были. Ну, сегодня их будет больше, завтра еще больше. Ну, и, соответственно, там уже до финала мажора, сами понимаете. Ну, и напомним зрителям, что сегодня уже как раз мы будем узнавать первые команды, которые пройдут дальше. И, насколько я понимаю, первые команды, которые вылетят, да, так и есть. Так что начинается серьезная рубка. Нет больше у команд, у некоторых вторых шансов. Точнее, уже даже третьих шансов у них все не будет. Был какой-то второй шанс, да, но теперь они играют со счетом 0-2. И надо будет побеждать, чтобы не вылететь из турнира. Но это не про эти команды, за которыми мы сейчас наблюдаем. Все-таки у нас и Spirit, и Eternal Fire, они один матч выиграли, один проиграли. И теперь они будут сражаться за то, чтобы присоединиться к командам в пуле со счетом 2-1. Так и есть, так и есть. Eternal Fire вчера довольно грозно разбомбили Renegades. Показали, что все-таки они тут не мальчики для битья, что они серьезно заряжены, что не зря там 111 часов настрелял тот же Xantara за последние недели в мире КС. Но что касается Spirit, все-таки на допах, несмотря на феноменальный камбэк, они G2 проиграли. Но для хороших новостей, наверное, можем подметить карту. То есть Spirit уже два раза скатали Dust, и сейчас будут играть третий раз. Уже на этом турнире уверенность у них есть на этой карте. Да, это, конечно, очень интересный момент, что команда позволяет Spirit играть Dust. И здорово, что есть Бондик у нас в аналитике, который рассказал чуть подробнее этот момент. То, что Вокси, который капитан Eternal Fire, который играл вместе с Владом в команде долгое время. Это такой чувак, который может просто на уверенности, он чувствует себя отлично на Dust, и хочет раскрыться с АВиком, и может больше отталкиваться от этого, чем от каких-то слабых сторон Team Spirit. Ну, это да, это да, и это очень здорово, если это сработает. Знаешь, а если ты вот так вот продавливаешь, пушишь этот Dust, а у тебя не залетает. Там просто выходит Патси на втором АВике и закрывает. Он вчера Моноси перестреливал. Здесь могут быть проблемки, могут быть трудности, поэтому, знаешь, так, палка о двух концах. Как говорится, может и прокнуть, а может и нет. Пока что, я думаю, фаворитом все-таки можем выделить команду Spirit. Вот пытаюсь прочекать букмекеров, да-да, там где-то двоечка на турецкую команду. 1,7, 1,6 даже некоторые дают на команду Spirit. Но Best of 1 плюс-минус равные команды, понимаем, там больше 55, может, 58% на Spirit не будет. Да, здесь сложно, конечно, выделить такого явного фаворита, уверенного. Я думаю, это более равный матч. И, конечно, абсолютно правду насчет Патси. Он здорово себя проявил вчера со вторым АВиком в диффенте. Хотя тут, знаешь, такой же момент, кого считать вторым АВиком. То есть, вот есть вроде основной АВик, хотя, по сути, всю работу там с АВиком проделывал Патси. Ну, формально, конечно, он второй АВик в диффенте, Декстер основной. Вот нам его как раз показывают. И это интересно, потому что первую половину вчера на Дасте, очень сложная была половина для Патси. Не особо он раскрывался. И были даже моменты откровенно фейловые, когда 2-1 клач и Нику отдали. Я считаю, там, на Патсе основная вина за то, что они отдали этот раунд, который вообще нельзя было, на самом деле, отдавать. Но он как бы зря пикнул. И это был очень важный момент по экономике. Они проиграли Эко, дальше не могли зацепиться за раунды. И прикол в том, что игрок-то неопытный. Но это его, ну, неопытный на таком уровне. Но это его абсолютно не сломало. И он замечательно вторую половину провел. Это, ну, респект за такое. У нас, наконец, начинается матч. Спирит в атаке, в пистолетке пытаются играть. Пока что не спеша, судя по всему. Хотя один игрок пропикивает ДЛ. Атака вчера хромала на обе ноги у команды Спирит. Посмотрим, как пойдет сегодня. Ну и, конечно, чего ждать от Eternal Fire на карте Дотслам. Тоже интрига очень серьезная. Уже, кстати, есть пробитие по Воксику. Теряют 80 хп на длине. Запустили Мэджикса и ливнули с длины Спирит. Ну, Eternal Fire пока что без занятых территорий. Они пытаются перезанимать шорт, насколько мы понимаем, по радару. И там сейчас будет война. Патси открывается на здесь. Тут много игроков Спирит. Есть килл от Каликса. Патси идет дальше. И его дамажит. Ну вот Eternal Fire, они преимущества, но они без позиции. Их могут с двух сторон спикить. Их надо просто теперь попадать игрокам Спирит. Но СРМ падает. Мэджикс. Есть килл. Патси. Килл размен. Три в три ситуация. Занятый аплент для Спирит. А что это за позиция? Они впятером оказались на КТ, на этой мини-рампе подъема А. Что произошло с Eternal Fire? Это же мрачно. Их просто со всех сторон. Это котлован, друзья. Жестко, жестко. Жестко играли Спирит. Молодцы. Они отлично разыграли ситуацию. Заняли ДЛ, надамажили Воксика и пошли спитить. И это действительно фейл со стороны Eternal Fire. Eternal Fire, я тут присоединяюсь к твоим словам. Вот эти вот позиции. Ну, извините меня. Я не знаю, надо, может быть, вопрос к нашим аналитикам. Как так вышло, что реально без позиции они были. Потому что ни ЗИК не занят. Воксика согнали из длины и все. ГГ. Ну, в общем, закономерная пистолетка в пользу Спирит. Расстреляны. Расстреляны оказались Eternal Fire. Соответственно, 1-0. Это очень хорошие новости для Спирит. Вчера в атаке были трудности. Но здесь с пистолеткой должно быть попроще. Главное, форсу неслить. Тут уже мы видим Воксик. Вот это переводочка жестко. Это жестко было. Видим, что Даст хотел. Начинает таки все показывать. Пистолетки не получилось у него. Но вот здесь со скаутом создает проблемы Спирит. И теперь в меньшинстве, ребята. Не торопится команда Спирит. Eternal Fire вернулись на более дальние позиции. Двойка на Б, тройка на А. Но, кстати, посмотри на игроков на А. Они опять где находятся. У них ни длины, ни зики. Вот только сейчас они начинают перестраиваться, отбивать длину. Хорошее решение. Нельзя было оставаться в тех позициях. И вот если бы Спирит, конечно, заняли длину, то у Eternal Fire могли бы быть большие проблемы при этом перезанимании. Но мы видим, что Спирит направляется на Б-базу. Здесь их будут встречать и Мор, и Икслаут. Залетает дым. Команда Спирит разворачивается. Здесь уже возможны проблемы по таймингу. Дэл прожал, мы видим уже Кэликс. И теперь... Ну что, шорт идти? Или все-таки на беда Талова? Может, даже сплитом? Но для сплита не хватает гранат. Там всего один молотов, одна флешка. Дальше Кэликс пошел. И, может быть, сейчас зайдет спина. Но уже вышли игроки в Middle X Antares. Жесткий хэдшот. И теперь есть инфа по чоперу, Кэликс его заметил. Но это КГшка для Спирит. Да, похоже на провал. Имар очень грамотно байтит. Случается Экс Флауд. Мэджикс ответил. Но это уже экзит фраги. Расстрел в спину произошел на центре карты. Ну и не нашли никакого решения Спирит. Блуждали, блуждали по карте. Потратили все свои гранаты на момент выхода. И люрки ранее законтролили. И дыма на КТ не было. Ну и на Б мы понимаем, там двойка в этом коридоре. Маловероятно доходила до точки. А кого-то вообще потеряли турки в этом раунде? Да, Экс Флауда. Экс Флауда убили. Как раз таки Мэджикс там, по-моему. И разменял его на выходе. Ну что же, неприятно, конечно, для Спирит. Мы помним, что вчера большие-большие сложности у них были в атаке. И теперь, когда они проигрывают второй раунд после взятой пистолетки в атаке, конечно, очень неприятно. И такие флешбеки немного появляются. Должны были, конечно же, обсудить они, что было не так. И что-то изменить, может быть, свои атаки. Может быть, они там решили, что это джитуем. Сильно мешали, сейчас будет попроще. Но вот видим, что против Фарса попроще не вышло. Ну, молодцы, Eternal Fire. Молодец, конечно, Воксик. Энтри килл зарешал. Ну и после этого поджим спины из длины. Все эти факторы сложились воедино. Фаст-шорт тем временем планирует у нас Спирит. Но здесь не с чем воевать, прямо скажем. Парочка глаков, какой-то там дигл армор для Декстера. Ну и, в принципе, на этом все. Да, постараются какой-то килл 2 дать. И на больше, конечно, вряд ли им стоит рассчитывать. Но в прошлом раунде, помимо того, что вот у Спирит не получилось, стоит, конечно, подметить то, что Eternal Fire здорово сыграли. Отличную индивидуалку продемонстрировали. Воксик, который сделал первый килл. Ну, здесь пока эко, я так понимаю, если сейчас какой-то хэдшот Сирен не повесит с диглом, то ничего, наверное, не будет в Спирит. Нет, не получилось. Ну, в общем, в прошлом раунде здорово. Eternal Fire сыграли. И индивидуалка, и решение под пуш и длину очень, очень все прикольно смотрелось у них в диффенсе. А теперь, кстати, смотри, это занятый апплен будет, что ли? Это тактика турецкий котел называется. Снова мы видим, как-то снизу они встречают. Но в этот раз мы видим, а им не подводят. Не было девайсов, не было там возможности хорошо повоевать. Соответственно, Ксатара сделает трипл килл, дожимает кейликс последнего. И это второй раунд для Eternal Fire. Без излишних эмоций, скромные кулачки. Но все понимают, это только начало карты. Ну, а теперь будет уже что-то поинтереснее. Будет у нас первый бай-раунд полноценный в этой встрече. Правда, без авика, скорее всего, в атаке. Насколько я понимаю, там, правда, Декстер пока без девайса. Ну да, он просто с деглом, не должно быть тут авик, конечно же. И четыре Галила, ну такой бай, не самый приятный. Хотя гранатки есть, вот длину пытаются занимать спирит. Мэджикс выбегает, и Eternal Fire отдают. Да, даже не было тут попытки повоевать. Моментально, мы видим, вернулся опорник длины. Где-то в похожем стиле пистолетка начиналась, когда Мэджикса запустили. Тут, правда, параллельный поджим. Сирень крутится на две стороны. Ловит все-таки удачный тайминг. Второго. Попытка забрать? Нет. Не перестреливает имара. Там база B выставила все-таки у Eternal Fire. Ну и теперь вопрос к спирит. Как же реагировать на это? Будут ли перезанимать туннель? Судя по всему, не спешат они действовать под аплент. Да, откидывают смок на X. Видимо, пытаются фейкануть, что они собираются проходить через шорт, а сами же пойдут отбивать туннель и заходить до конца на B. Пока что, по крайней мере, похоже на это. И турки... Слушай, ну, вот все зависит от Каликса. Поведется он это или нет? Останется в медле или пойдет ближе под A? Потому что на А у ребят, на самом деле, позиции такие не самые приятные. И Каликс все-таки остается в медле. И более-менее быстро может быть на хелпе на B с флешкой помочь имару, если тот сразу же не упадет. Имар, ну, тайминг Болотова. Давайте наблюдать. Не самый удачный три человека успевает вывалиться из этой тэшки. Но индивидуалочка, правда, только на один фраг хватило. Ну, чуть-чуть не смог пожить. Не успела флешка Каликса взорваться. Его таки забрали. Теперь заняты бы плент, и надо просто четко в тех позициях не позволить Eternal Fire ретейкнуть в самом начале. И вроде не позволяют, но все, 3 в 3 ретейк будет очень сложно осуществить. Есть, правда, конечно, смог и есть один молик, но на тачке никого не будет. И сейчас все будет решаться под эту флешку Воксика. Мэджикс, лишняя позиция, Экстантарес его все-таки срезал. Патер работает, но погибает, и ситуация один в один. Знают, знают про Декстера Каликс, что так не залетело, как же он жестко-то мог дотащить. Уже даже знал, навелся, начал стрелять. Хорош. Да, чувствовалось, что уже все, турки будто берут этот клач. Но нет, Декстер четко доиграл. Хорош, действительно хорош. Важнейший килл. И теперь надо брать еще один раунд подряд для Спилит, чтобы закрепляться. Но здесь все четко. Четко сыграно, молодцы. Хорошее удержание и хорошая доигровка. Технический тайм-аут. Дамы и господа, счет 2-2 у нас с вами. Начинаются приятные для нас с вами качели. Я думаю, зрители должны быть довольны. Есть клач-эпизоды, есть серьезное напряжение. На карте ДАДАС-2, ну и пока матч на паузе. Не стоит забывать про наших партнеров трансляции. Сайбершок. Очень много режимов для разминки. Сёрф-сервера, АИМчики. Все это работает. И до 22 мая можно купить со скидкой 22% премиум подписочку. Так что заходите. Все баннера есть в описании. Пальси. Такие фокусы показывает нам. Глянется с камерой. Ну, комфортно себя, судя по всему, чувствует на таком турнире. Потому что были у меня немного опасения за то, как будут молодые игроки в спире себя проявлять. И это, наверное, был один из основных факторов, почему я не спешил ставить их на проход дальше. Но пока что кажется, все неплохо смотрится. По крайней мере, у паузи действительно замечательные моменты вчера были. Посмотрим, что сегодня будет против турков. А пока что Воксик показывает, что замечательно он себя чувствует савиком. Четко задолжил флешку. Развернулся, сделал килл. И вновь дарит преимущество своей команде. Именно с фрага от Воксика начинался тот самый форс. Мы помним, работал на скауте. Он в поджиме нижний. Ну, и вот теперь очередной максимально ответственный раунд. Зак в ноль для турецкой команды. И в ноль Воксик обеспечивает большинство. Ну, а что касается спирид, мы видим супер дальние позиции. Есть, конечно, в яме Декстер. Но это скаут. Будет максимально сложно его реализовать. Да, пока что не совсем понятно, что хотят делать спирид. Хотя вот, видимо, что бомба пошла под Б. Перестрелка с Иксфлаудом. Патси. Я замечаю, кстати, сейчас двоих игроков. Говорит инфу своим тиммейтам. Может быть, они сейчас поспокойнее будут действовать в мидле. Потому что до сих пор минута времени у спирид. Ну, яма есть. Да, в принципе, хорошо. Но дальше... Дальше пока они не продвигались. Что, четыре дыма. Первый уже потрачен. Причем я вижу очень много способов на эту петлю дать дым. Чуть ли не там штук пять уже успел за этот мажор его видеть. Попытка распикать Воксика Молотов, я думаю, смущает, но не сильно. Терпит, терпит. Чуть-чуть не дотерпел Воксик. А что это за пролет? А позиции пролет непонятные. Но позиции у турков снова непонятно какие. Тридцать секунд до конца. Спирид выходит. Надо просто префикс на Тараса. Получается, правда. Сделал он один килл. И все. А чисто снова. То же самое, что мы видели в одном из предыдущих раундов. Правда, теперь хотя бы численное преимущество осталось у Eternal Fire. Тактика турецкого Катласного работает. Три человека на КТ. Четыре человека на КТ. Ну, гранатки есть. Есть смог. Так, окей, интересно. Хорошо. Смогут подняться. А как дальше выбивать? Что это за раунды? Ну, паси красный. Слушай, его могут забрать. Все еще может получиться у турков. Ну, нет. Не важно, что он красный. Делает два килла. Ну, и Халикса здесь, по идее, спокойно заберет Экстер. ГГшечка. Ну, я не знаю, кстати, почему так происходит. На что турки рассчитывают. Ну, уже второй раз. Это не случайность. Не то, чтобы они там один раз завтыкали. А следующий раз мы такого не увидим. За пять раундов дважды мы это наблюдали. И в важных раундах. Да, для зрителей, которые, может быть, не всем понимают тонкости игры на Дасте, поясним, что обычно КТшники пытаются либо играть от длины, либо играть от шорта. Какую-то из частей этой карты пытаются занимать, потому что если отдать атаки и то, и другое, вас могут заспить из двух сторон на апплите. Вот как мы увидели, как сделали Спирид. То есть Спирид все сыграли максимально четко, надежно. Ну, а турки, получается, сделали хоть и килл, но даже численного большинства недостаточно, чтобы выигрывать такие раунды. Поэтому нас это немножко удивляет, такие решения от них. Да, нужно с этим что-то делать. Ну, ждем тайм-аутов, ждем, наверное, изменений по позициям. Они вроде бы стоят на парапетике на этом, потом дропаются. То есть Арампа как-то на машине постоять. Много же дефолтных позиций. Ну, у них, насколько я понимаю, расчет на то, что они сейвят гранаты, и гранаты они действительно хорошо засейвили. То есть Ксантарес там смок откинул в Зиг. Ну, здесь, по идее, Эко, они Спирид выходят на бейс, здесь только два пистолета, вряд ли будут какие-то проблемы, но на всякий случай давайте посмотрим. Имор, его забирают. Сейчас, по идее, должны забрать их с Лауда, хотя тот делает килл, но все, бэк скринь. Так вот, на Апленте расчет, видимо, на то, что под гранаты, засейвленные в конце раунда, турки смогут справиться. Но не получилось. И там, конечно, на тоненьком было, потому что Ксантарес принимал двоих, да, он один килл сделал и оставил пати красным. Вот если бы он просто еще одну пульку в него попал бы, на самом деле Спириды не зашли бы на Аплент. То есть очень так... Мне кажется, это ключевой момент был в том раунде. Ну да, но так можно про любой раунд сказать. Типа, ставишь чела там на Гэндальфе такой, ну если бы он сделал два фрага, там, на Кусе поставил, ну если бы он сделал два фрага. Он близок был к тому, чтобы сделать эти два фрага, понимаешь? То есть гранатки-то были, то есть какая-то задумка была, но... Ну плана на ретейк как такового не было. Их расстреливают с Шарта, их расстреливают из Ямы, там, Дехтер сидит весь раунд. А рампы стоял пати, их убивал. То есть они просто под тремя перекрестными позициями. Но ретейк выгодил брошу на вашу, согласен. После того, как Сан-Тарас не сделал два фрага, дальше было сложно. Но в любом случае, Spirit справляются. К туркам вопросики, но сейчас посмотрим, будут ли что-то менять. Ну вот Voxy нам как раз показывают, капитан команды, который что-то рассказывал. Может быть, как раз обсуждают, что же поменять в модели диффенса. Ну выходи с авиком, с катей антрекилл. Пока что с этой ролью справлялся Voxy довольно здорово. Декстер дал минус, но моментальный размен. На самом деле это устраивает команду Spirit. Если сейчас Чоппер выходит на B, а он выходит на B и делает минус, можно сейвить. Батья Леня, ну все, ГГшечка. Ну, на обсуждали там Eternal Fire, да? От толку? Отличная реакция от Spirit. Ну тут четко еще вместе под флешечку зачекать нижнюю. Никого там нет, но Eternal Fire уже сейвит, понятно. 3-4 на Дасте. С ретейком B можно не рассчитывать, наверное. Ну то есть один пытался пропушить нижнюю, судя по всему. Авик его прикрывал. И третий, судя по всему, должен был бежать на B. Но этого не произошло у команды Eternal Fire. Авик разменялся, а на B не добежал опорник. Ну и в итоге, чисто по информации, на опыте еще именно Чоппер был как раз-таки поближе к базе B. Капитан команды, максимально понимая ситуацию на карте, залетел под коктейль Молотова. Там буквально полторы секунды он бы не успевал на этот B-плэнд. Но все мы понимаем, насколько важны тайминги. Конечно. И Spirit, насколько я помню, и прошлые игры состава, они, мне кажется, выделялись тем, что неплохо реагировали на ситуацию на карте. То есть они уделяют этому внимание на тренировках, разбирают, как четко действовать под конкретное развитие событий на карте. Так что вполне неудивительно то, что Чоппер позволил себе такой мув выйти с самого АТБ и устроить эту перестрелку. Особенно учитывая то, что у Spirit все достаточно комфортно. У них и денежки есть, ведут они со счетом 4-2. То есть такая ситуация более благоволит тому, чтобы раскрываться и идти индивидуально, пытаться вскрывать оборону соперника. А вот и первый тактический тайм-аут. Очень любопытно, что глобально будут менять Eternal Fire. DDR все-таки поджим нижний они уже показали. Там и Voxic пушил. Так, там уверенные 3-0 мои снова проигрывают. Ну, получается, что да, очень уверенно проигрывают. 10-1. Не забывайте, работает мультитрансляция. Должна была появиться уже кнопочка мультистрим. Если ее нет, обновите страницу, чтобы наблюдать за всем происходящим на двух эфирах. Ну и, конечно, трансляция на украинском языке также работает. Юшин, Вилат для вас прямо сейчас на протяжении дня. Будут также освещать матчи. Так что много крутого КСа на каналах Мейнкаста для вас. Ну, а мы прямо сейчас посмотрим, поменяют ли что-то Eternal Fire. По сути, глобально все еще вопрос по Аплымту. Прошлый раунд не стоит, наверное, брать в отсчет. Просто не получился мув, ничего страшного. И вот видим, наконец, судя по всему первые изменения, пытаются Eternal Fire драться за длину. Но здесь Мэджикс прорывается, забирает Ксантареса. Есть он в яме, Каликс его не ожидает. И остается один лишь Воксик, который должен сотворить настоящее чудо, чтобы не пропустить здесь соперников под Аплант. Два авика будут терять сейчас Eternal Fire. Ну, по крайней мере, один авик в руках Воксика так точно. Смотри, там сирень под Б, а он слышал игрока в нижний? По-моему, тот на шифте до конца шел. Ну, там может быть интересный расклад. Не могу не как Воксика, кстати, выкурить. Так, так, Воксик. Ну, к нему сейчас придут на хелпу тиммейты. Есть Иммор недалеко. А, его выпускают в Мэджикс. Точнее, Мэджикс. Как же сложно бывает произносить мистер Теймор. А, в общем, не как-то выпустили его. Ну, ладно. 5 в 3 решают доигрывать спирит. Чоппер. Какой-то, что ли, уверенности не хватило. Смог, наверное, дожидались, пока закончится, чтобы дать молотов. На Верочку его там убить. Но, когда пытаешься слишком надежно сыграть, и просто щел уходит из этого угла. Да, удивительно. Немного это произошло. Слушай, а спирит идут дальше. И все это время сирень под Б стоял перед Тейшкой. Ничего не делал. И в чем расчет? Он теперь и фейкать не будет. А что он там делает вообще? Потому что он пропустил двух игроков там. Теперь спирит заходит на А, на троих, в четвером. А сирень просто на Б. Но, судя по всему, у спирит и так это все нормально получается. Надо только пройти Воксика, отрезать его моликом. Да, и по идее должны ставить бомбу. Вот наконец сирень получается у него. Найти Воксика. И проблемки дальше у Eternal Fire с аппунтом. Как же Воксик, наверное, удивился, что его с нижней убили. 22 секунды до конца раунда. Вы там пушили, вся инфа была. Идешь на ретейк, и тебя просто с нижней убивают. Но вот проблемы были бы, если бы спирит... Ну, если бы их там начали принимать, да? Если бы Ксантарес или кто там был. Не, не Ксантарес, а другой. Если бы он сразу не умер, а сделал бы килл. И жил бы. И тогда, как бы, ну, не факт, что сирень смог бы сыграть. В любом случае, получилось здорово. Два завершающих фрага в раунде сделал. И спирит очень уверенно введут в атаке. И заставляют турков играть теперь с таким очень плохим баем. Лишь эмочка есть у Ксантареса. Парадит ловки скаутов. Ну, я так понимаю, во время паузы обсудили тактику двух АВП. Eternal Fire. Она абсолютно никак им не помогла. Ну, и вот теперь на двух скаутах. Попытаются остановить эту атаку. Осторожно Ксантаресом надо быть, но пальцы, пожалуйста, вырубает. Светка, прошли зиг. Идет дальше, идет очень лепость, я чувствую. Ну, нет, не справляется только с первым, но четко, четко очень повесил боксер. Сколько раз вот так вот играли Eternal Fire, столько же раз их убивали. Ну, там очень некомфортно. Снизу вверх эта перестрелка, эта голова может выскочить в любой момент. Там просто нажал на контрол и прошел при желании. Не, ну, кстати, знаешь, мне комфортненько. Я любил всегда. Вот я часто играл как раз ротетером на Апланте. И вот мне удобно было самому выбирать, когда вот подняться и какую-то перестрелку навязать. Но вот понимаешь, в чем прикол? Когда я это делал, ну, обычно, когда это делает ротейтер на А, он там один находится. И вот сам пытается какой-то килл подловить и все. А у Eternal Fire там куча игроков. И это уже совсем другая история. Намного менее удобно, мне кажется. Ну, и очередной раунд для Spirit. Как-то старт был максимально бойким. Ой, сколько же статистики от CoverGG, друзья! Так, ну, самое важное, это винрейт по байраундам на DAS. Видим, что у Eternal Fire 76%. Дефенсия у Spirit 47% в атаке. Хотя мы, конечно, понимаем, что в этой встрече все идет совсем по иному сценарию. И эти процентики другие. 7-2 ведут Spirit в атаке. Логотип уже давненечко горит. Серия раундов продолжает набираться. Лус-бонус, конечно, на максимальный Eternal Fire. Купили два авика. Окей. Все-таки пытается игнуть свою линию. Имор на базе B. Ну, наконец, заняли длину за Дефенс. То есть все-таки есть эта часть карты. Потому что в прошлом байраунде, ты подмечал, у них два авика было. Но они не могут себя реализовать, если на них выходят на длину. И сразу два фрага делает Боря. Вот теперь посмотрим, что они сделают. Так, дым налево в центре. На это реагируют опорнички. Начинают там туда-сюда шорхать. Но в итоге не пошли чекать мидл. Ну и Spirit толком ничего не занимали. Ну, Spirit, слушай, зик есть к минуте времени. Все так стандартно, как для Дасты. Ксантарес стягивается по да, решает играть третьим. На пленте. Судя по всему, не угадывают, потому что Spirit направляется в сторону Б. Или нет, показалось мне. Вроде они туда пошли, но бомба. Сидит под зигой. Раскид, видимо, будут мидл падать. Да, есть фейка. И будут выходить на Spirit B на двоих игроков. Кто это должен контролить? Непонятно. X-Flaut запрыгивает на его спину. А, тут дым. Тут дым. Сирень. Сирень нужно выйти. Не убил. Нет, убил. Но там размен сплента поступил. Имар. Слушай, если бы его забрать и выжил бы тот игрок, то можно было бы 2-3 доигрывать. Но нет. Четкая приемка Б плента. Видимо, максимально отработанная здесь у Eternal Fire. Там бы на чуечке выйти из смока сирени забрать X-Flaut. Да, пораньше было бы здорово. Ну, чуть-чуть раньше, да. Потому что позволил он ему все-таки 2 фрага сделать. Не успел вовремя выйти. Ну что ж, окей. Можем сделать вывод, что на B посложнее. Сирень зайти против турков. Будет ли из этого вывод, что окей, давайте просто назад надо и все? Что-то... На, по шарту! И побежали. Вот сейчас снова более-менее на контроль карты уходит Спирит. Спускаются в нижнюю. Длину им, кстати, не отдают. Очередной раунд. Салтарес. Хаешка. Нормально. Минус 24 хп для пати. Ну, Спирит уже потихоньку приближается к зиге. Запускают на пати. Под несколько флешек зачекивает он Eternal Fire отдалить с карты. Воксик. Подловит Декстера. Воксик. Заметил, заметил. Смог мешает. Воксик. Забрал. Не Декстера, правда, но думаю, все равно доволен. Нормально. Рисковал, конечно, в этих мувах. Там и дым мешал, и прицел был в расфокусе. Но, тем не менее, Энтри килл. Кстати, очередной Энтри. Очень важный момент, что Воксик спалился в медле. Спирит сразу же дернулись. Пытались выходить зиг. Но Ксентарес максимально четко сыграл. Он сразу же откинул им Смог. И дал понять, что ребятки тут закрыто. Не подловите вы нас. В общем, видны вот эти вот реакции, которых на уровне пониже можно не заметить. Когда команды очень четко реагируют друг по другу. И сразу же готовятся к всем основным мувам. Наконец-то более дефолтные позиции под базой А на приемке. Мы видим на точке гуся. Ксентарес, Воксик. Уверенно так стоит. Ксентарес. Оп-оп-оп. Устарался сыграть. Не получилось. Но Воксик делает килл. Замечает чоппера. Все здорово. Три фрага. А тут гранат нет. Для этого выхода дали один смачок на нижний ящик. И все. Спирит. Ну, соответственно, второй подряд для Eternal Fire. И на 5-6 раундов еще можно эту половину вывести. Кстати, да. Что-то по гранаткам непонятное. Может быть, там был какой-то фулл пак у Мэджикса. И как раз его гранат не хватило. Потому что смотрелось действительно странно. Ну, тогда надо было, наверное... Слушай, если уж гранаты выпали. И вы понимаете, что АВИК на А. И там вам еще и смог кинули в ЗИК. То есть вы понимаете, что там третий где-то рядом. Наверное, надо было менять какой-то план. Дым КТ и побежали. Ну, как вариант. Но с другой стороны, дым КТ. А побежали куда? На Б или на А? На Б, конечно. Не, можно дать дым КТ и прыгнуть вниз. И на А побежать тоже. Экспериментальные тактики. Ну и первый тайм-аут. Спирит понимает, что уже из-под их контроля выходит эта первая половина, что Eternal Fire. И под А модифицировали свою защиту. И ВОКСИК вновь находит энтри фраги. Пора с этим что-то менять. Есть респау на длину. Давненечко мы там не видели экшена. Экшена было видно. Какие гранаты там были у Бориса. Слушай, я думаю, стоит пользоваться. Респой все-таки получилось хорошо разок. Почему бы еще раз не пойти? И, судя по всему, как раз туда они и направляются. Тайминговый прострел мимо. Двойка смещается на базу Б в центре. Остается имара. Вот Келликс успел отъехать. Его просто дым нашили. Не, но его успел Чоппер увидеть. Вот прямо перед смаком Келликс как раз открывался. И вновь мы видим, что занятие стены на раннем тайминге для Спирит замечательно работает. А Eternal Fire вновь проваливается. Ну, теперь смотри, какой ретейк нагло идет от турков. Есть килл от Димора. Дальше идет. Есть тиммейт рядом. Флешечка. Но Мэджикс готов. И все еще преимущество сохраняется для Спирита. Фокси! Гважнейший размен. Ситуация 3 в 3. Я уже думал, все-таки в минус здесь подерутся Eternal Fire. Но не тут-то было. Так, Сирень под Б. Она Б чиста, но он, скорее всего, не рискнет сам туда заходить. А вот вместе с тиммейтами Спирита нуть. Люди по всему на такой вариант выбрали Спирит. И Слау делает киллы. Теперь Сирень должен реагировать. Сразу же занимать Б-Плент. Он это и делает. Заходит. Там чисто. Смог есть? Есть смог. Окей. Б-Плент занят. 2 в 3. Можно доигрывать. Вышли, но вышли в меньшинстве. Турпоход Чоппера в центре ни к чему не привел. Ну, это уже, уже можно планировать ретейк. Кеймар подбирает, мы видим АК, дропает АВИК. Ну, и попытаются под хороший раскид, кстати, выйти от Эрмал Фаер. Важнейший дуэль сейчас у Сирени с Симоксиком. И Сирень выиграет очень четкий кончет. Так, ХЕшка отличная под Мэджикса. Тут красный остается практически после гранат. 2 в 2 ретейк. Но флешек больше нет. Надо теперь просто Спиритом четко доиграть, и ретейкнуть будет очень сложным туркам. Мэджик слышал над собой, но это фейк. Заходит шифтом в двери. Никто не контролит. Мэджик. Отвлекает на себя внимание. Сирень, не пошла стрельба. Ой-ой-ой. Ну, конечно, на тоником было, но все-таки дожал. Может быть, надо будет ему зайти на какой-то спрей-сервак на Сайбершок и потренить зажим. Потому что как-то страшно, страшно было. Не сразу, не с первой, даже не со второго раза пошел АИМчик. Вот он повтор, вот он повтор. И с третьей попытки все-таки забирает Эксплауда. Но здесь, наверное, и к турку тоже вопросики как бы. Как-то можно было, да, уже подзабрать. Посмотри, у нас снова длина. Снова быстрая длина. И снова тут один Воксик. Помним, уже один антрефраг он так давал. Именно на длине. Так, его здесь, может быть, и не будут ожидать. Накинули смачок. Воксик. Есть. Ил. Ну, конечно, индивидуально он здесь здорово. Это какой уже пятый антрехил, наверное, в этой первой половине для Воксика. Очень комфортно себя, особенно в ранних таймингах он чувствует на карте ДТС-2. Сантарес. Так, на испуг его взяли. Потерял немного хп, но отогнали. Его слышал, по-моему, Чоппер прыг вниз. Ну, как минимум, как минимум догадывается. Пошел сам на контакте. 4 в 5 для Спирит. Но позиции у них неплохие. Есть Зик, есть занятый мидл. Понимание есть по соперникам. Он сейчас Патси еще и говорит, что чел в КТ. Так, что же делает Спирит? Патси. Патси выходит и проигрывает Александаресу. Такой соло подврывчик был от Патси. Шорт параллельно не сыграл. Ну, тут бы сложно было выйти Чопперу. Воксик контролит. Но это раунд снова без гранат. Один дым у Декстера. Но Декстер на терриспе вообще находится. Слушай, а у них денег маловато. Надо сейвить. Надо сейвить. 3 в 5. Время достаточно, но... Да, принимает именно это решение Спирит. Все-таки, если они засейвят, то следующий раунд будет в полноценный хороший бай. Если бы сейчас попытались, шансы на взятие раунда здесь минимальные. С их раскидом. Так что, хорошее решение. Респектую. Eternal Fire включились. Все-таки под занавес первой половины. Счет был, если мне не изменяет память, 7-2. В пользу команды Спирит. И уже турки на пятерочку вышли. Остается еще целых два раунда до смены. Если на счет 8-7 они выйдут, это будет вообще героический камбэк. Учитывая то, что они еще и клатч на проигрывали, все-таки стоит подметить, что Спирит основные клатчи выигрывали. Вот этот с чудо-спреем от Сирени на B и момент с Декстером, который один в один клатч выиграл, когда его вроде ожидали. Вот на B-поинте тоже. Кстати, у нас на параллельной трансляции Imperial. Уверенный камбэк показывает Imperial. Вчера Liquid обыграли, но что-то со всеми остальными не получается у фолланой компании. 100% винрейт. FNX на мажорах под угрозой. Нужно еще жестко, жестко бомбить. А у нас 14-й раунд на Дасте. Так, турки пытаются играть. Ну, один игрок в шерсте, второго тоже к нему бустанули. 2D-шечка, видимо, будет. У нас быстро-быстро мин выходит, и Мор подлавливает патти. Хорошая реакция. Закрывают его смоком, но моментально получают Кистель Молотова в ответ. На базе B также закрыто. Атака начинает буксовать. Что, в дым на B побегут? Да, да. Они должны понимать, что здесь один игрок, скорее всего. И выходят такие на X-Flauda. Так, ну ему надо сыграть под гранатный тиммейт. Летят, флешка прилетела. Нет, он просто сам пинул, сделал килл, и второго красным оставляет. Но 3 в 4 такое можно удерживать, даже с красным игроком. Взлетает просто целая армада флешек сюда. Три флешечки от защиты. Ха-е, сирень на девятке хп выживает. Куда-то Eternal Fire там побежали чекать. Я и думаю, это фейк. О, не знаю, что зашло, да. Что такое? Что за паника? Ретейк нужен. Ну все, теперь услышали, что бомба ставится и все вместе концентрируется на Б-базе. Ну это ретейк 2 АВП. Ну там можно же подобрать, наверное, где-то, нет, девайс? В воротах. А хотя... Ну да, в воротах, слушай. Так, а что, чего, не хвата? Блин. И Мор стоит и говорит, с авиком развалю. Врыв под флешечку. Затароса не забирает сирень. Но тот был красный, ничего страшного. Декстер делает пив. Чоппер отвалился. Это самое неприятное. И вот не хватило его. Эх, как-то вот нам не показали, как Леня упал. Но это был самый важный момент здесь. Вот так толпой под флешечку вышли. Eternal Fire. Причем у них авик оставался на прикрытии. Второй авик просто выходил уже в поиске фрага. Но эта тактика сработала. Ну и вот то, о чем мы говорили. Камбэк все ближе и ближе. Последний раунд уже счет 8-6. Да, приближается турки. Б в этот раз не получилось удержать у Спирит. И вроде же очередной, очередной энтри был, да? Да, для Воксика. 5, 6, 7, 8. Но у ХЛТВ показывает 8, 8 энтри киллов у Eternal Fire. 8 энтри киллов, но Воксик штук 5 точно здесь. Да, 5 у Воксика. Врыв на длину снова здесь Каликс. Ну, в этот раз таки делает килл. Помним, несколько раз у него не получалось на длине. Здесь, ну хоть так, еще и практически красным Мэджикс оставил. Да, там и серии 26 хп. Как-то они вышли все в одном пикселе. Ксфлаут. Так, 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 рискует. Но не увидел его, походу, Чоппер. Но если увидел, то не выстрелил, не убил. Так-то и с экономикой трудности у Спирит. И по хп, и серию раундов они уже отдали. Ну, похоже, все пока что на 7-8. Конечно же, учитывая позиции хп и гранаты. У Спирит даже один смог всего лишь остался. Как же так неприятно все получилось. Ну, рассчитывали длину толпой все-таки выбежать. А смог, кстати, не на длину, смог на Иксбоксе. Они собираются длину выходить просто под флешку. Ух, ух. Там иксфлаут дает инфу, что это как бы, ну, только длина. Ну, да. Так, слушай, ну сейчас, сейчас будет врыв. К Сантареса могут, кстати, в принципе, вот, все, успевает он кинуть ХЕшку. И забирает они сирень. Да, есть килл по Воксику, есть килл по Имору. К Сантареса его забирают, да. Это работает, потому что Eternal Fire просто не рассчитывали, что Спирит будут выходить без гранат. Ну что, Мэджикс на своих лоу хп уже троих уничтожил. Остается последний боец у команды Eternal Fire. Иксфлаут пытается выйти. Но тут сложно, сложно будет с позиции Декстера справиться. Даже если Мэджикс убьет под перекрестным огнем Чопера. И Декстера останется. Ну вот. О, в прыжке! Фух. Ну, это, конечно, здорово. Говорил я, да, то, что 7-8 уже должно быть, судя по тому, как развиваются события. Но Eternal Fire не были готовы. Я думал, это Хаешка всех похоронит. Там два красных идут. Хаешка на угол летит. Ну, убили Сирень. А Мэджикс выжил. В итоге еще и надел. Шорох вот в этот момент. На ходу. Проспрейл. Ну, Ксантарес, он сидел совсем паком гранат. Он Хаешку откинул. Его уже тиммейты убили. Он пытается еще Смо кинуть там в плент. Вот это, знаешь. Затянуть чуть-чуть. Да, да, да. Ну, сыграть. То есть он понимает, что нет тут вариков у Спирит зайти. Просто я откину гранат и все. Но не успел-то он откинуть. Так что девятый Спирит берут. Моментально начинается смена сторон, друзья. Шестнадцатый раунд. Вторая пистолетка. Счет 9-6 в пользу коллектива Спирит. Второй день. PGL Major Antwerpen. У нас с вами на экранах студия MainCast. Ну и третий тур. Подбираемся мы уже к выходу в Легенды. И к вылету некоторых команд. Уже сегодня вечером. Наблюдаем за Best of 3. Ну а пока что Best of 1 между Eternal Fire и Спирит. Вторая половина на дасте. Турки в атаке. Не сопротивляются. Спирит в центре карты. Или чуть-чуть пострелял в смок. Декстер и отходят. Пассивные позиции в дефенсе. А вот Eternal Fire собираются играть через мидл. При этом у них есть дым. Две флешки. Дым залетает на КТ. Декстер понимает, что запахло жареным. Забрали. Все. No chance. Последний. Ну сейчас какой-то нереальный хайлайт должен он выдать. Но нет. Лишь один фраг. И предстоятка уходит. Наверняка, конечно, для турков. И... Ну можно сейвить. На самом деле арморчики здесь в дефенсе. Попытаться брать следующий форс. Что же решат спирит или пытаются? Ну, есть флешка. Попытаться под нее кого-то пикнуть, в принципе, никто не запрещает. Не, Чоппер просто двигается вперед. Он вообще первый выходит. Из-за морчика. Ну, до свидания. Так, ну... Видимо, они хотят в следующем раунде делать форс. Хотят в любом случае сливать и уже делать полноценный бай дальше. Окей, окей. Приближаются турки. Берут таки седьмой. И в прошлом раунде так сейчас. Мэджикс слышит здесь неподалеку Иксфлауда. Ну что, побегут. И стэшки. Да, выходят. Мэджикс первого забрал. Воктик не решил зайти на размен. Ну что, 9-7. После смерти Декстера усиление шансов минимальное количество оставалось. Так, и это... Повтор фрага в прыжке, друзья. Ой, четко. Фиканул. Слушай, они форсят в дефенсе. Вот это, конечно, тогда странно. Тогда Бармору уже подсейвить. Да, да. Тогда как-то приятие бы уже было. Ладно. Ну что ж. Майма-шумайма. Форс. Спирит. И играют они. Больше стаком под аплент. Убедились, что на длину турки не идут. И теперь вообще отдают участь карты. Декстер. Не получилось. Пытался там и Воксинг найти фраг. И Декстер кого-то убить в центре. Но мы видим по 500 хп. У всех. По ходу этого раунда. Агрессия на позиции шарт-аут. Спирит. Стаб еще флешку. Мэджикса есть флешка. Нормально. Зажатый. Все четко. Ксантарес может сейчас попасться. Чопера замечает. И теперь поедет флешка. Гибор красный. Накрыв. Но Ксантарес четко задоджил. А и Чопер-то теперь и не уйдет. Ну там есть смочок еще у тиммейта. Вот есть смок от Мэджикса. Можно подобрать еще один. Турки реагируют. Понимают, что два там минимум на А-пленте. И хотят из этого скрывать Б-плент. Так. Начекивает Каликс. Никого не видит. Но там два игрока в КТ. Летит смок. И здесь будет война в Мин-2. Каликс уходит. Здесь Клэкс. Я все знаю. Слышат Чопера. Будут заходить на одного Сирень. Он уже делает фраг. Надо забирать Воксика. И Сирень не дожимает. Очень важно было дать минус. Выбить бомбу. Остаться в хорошей позиции. Но и этого не происходит снова. Раунд на базу Б от команды Eternal Fire. Вновь это дым на КТ залетает. И команда Spirit. Ну вот не оправдывает Force. Вроде закупились. Есть эта комбина в шарте. Вроде даже Имор подставился на лох и пэтом стрелялся до последнего. Но тем не менее просто развернулись Eternal Fire на Б и все у них получилось. Ну смотрелось все неплохо у Spirit. У них была задумка. Они хорошо двигались по карте. На длине в начале раунда поиграли вместе. Потом ушли в Зиг. Хорошая там комбина с гранатами. И просто немного не угадали с итоговой расстановкой. Потому что было вот два игрока в Зиге, которые упали в КТ. После того, как один умер. Был один игрок на Б. А вот последний. Там уже был выбор. Ему играть, поговоря на длине или в метле. Если бы он был в метле, то у турков были бы большие проблемы. Но он был на длине. Eternal Fire воспользовались этим и взяли раунд. Сейчас наблюдаем за экономикой. 4 400 у Декстера. 2 500 Чоппер. Есть Галил. Но не будут лишний раз тут сливать экономику Spirit. Потенциально отдают еще 9-9. Команде Eternal Fire. Ну и... Опа! Что-то хаешечка такая интересная. Ну это все четенько, чтобы там не было инфы. Ты мог... Эта хаешка поднимает пыль-пыль такую. И как бы КТшник не видит, что там может бежать. Кто-то по ЦП-58. Или не бежать. А у нас заход на Б. Заход на бедолагу. Сирень, как же его душат сейчас. Ну а снова с Type-7. Электр падает. И так, что есть фраг. Его тут не ожидали. Второй будет. Нет. Ну вот третий раунд подойдет. Получается, что это так на Б сделать. Платти, правда, пришел. Дальше идет. Мэджикс забрал смок 3 в 2. 2 в 2. 2 в 2 и нет бомбы до сих пор. Обратите внимание, такое еще можно подзапулить команде Eternal Fire. Ну это уже очень неприятная ситуация в атаке. Как-то довели невообразимым образом вообще до этого момента. И там Мэджикс решает играть через тюнель. Кстати, Диффенс, они же вообще без арморов здесь. Самое главное первому. Провоцировать перестрелку Мэджиксу. Опа, ствол торчит. Да-да-да, но Ксантарес спасает своего тиммейта. Все, не пойдет уже Мэджикс. Как же чувствовал пасть. Видит ствол, понимает, что... А как его забрать? Как же это сделать? Не может дальше пойти, потому что упадет. Ну, Ксантарес встал и забрал его. Ну, Eternal Fire. То есть они думали, что на Б вообще никого нет. И Мор там с ножом залетает в плент. Уже куда-то наверх начинает запрыгивать. Как-то очень так на расслабончике они залетели под Б. Ну, да. Там кидали Молик в плент, но, конечно, он не может весь плент выжечь. И Терей наказал там за раслябанность пальца еще и ворвался, сделал килл. В общем, хорошая эко у Спирит. Напрягли здесь турков. И, может быть, будет проблемка теперь в атаке, если проиграют раунд другой. И будет пая. Но пока что ничья у нас на табло. Мы видим уже Келикс на боке. Нет-нет, был калаш, все нормально. Подобрал. По очевидным причинам не успевают уже тут занимать Eternal Fire. Тайминги все упущены. Ну и Спирит оставляют, в принципе, в яме Мэджикса. И будут контролить с таких довольно аккуратных позиций. Но мы помним, что вчера Спирит замечательную игру в Диффенсе показали на Дасте. Так что, наверное, шансы у них сейчас неплохие дожимать эту карту. Но Eternal Fire. Позиции неплохие, потому что Сантарес сам занял Зик. А вот остальные будут выходить на длину. Здесь Декстер не попадает в смок. Но Мэджик делает килл. Второго не забирает. Оставляет его красным. Декстер. Все на нем. Все на нем на А. Есть фраг. Но его сейчас должны разменивать. Декстер не попадает. Имор, что ты делаешь? Потерялся в смоках Имор. Он там на краю прыгал и даже направо в итоге не повернулся. Просто... Уже мертвым был Декстер. И каким-то чудом дал фраг и ушел еще из этой ситуации. Ой, ну это шок. Хочется посмотреть, конечно, на этот сглаз Имора. Что у него там происходило на экране. Может, там какая-то флешечка шлиная или что-то. Непонятно. Но, по идее, он должен был справа слышать. Лучше Декстер. Вот играл на максимум, конечно. Потому что, если бы Имор его забирал, кажется, там очень сложно было бы дальше атаки. Точнее, дефенсу. Там был Сантара с Зиги. С Декстером и смотрим. Флеш. О, даже сглазился, просто не заметил его. Так и парочку выстрелов еще он не услышал. Ну, в общем... Какая-то беда борода произошла для Имора. Но Eternal Fire не расстраиваются. Бегут под базу Б. Решили с галиччиками залететь снова на сирене. Раз на длине там что-то наказывают. Будем ходить на сирень. Будем аркадить Б. Ну, прилетел им смачок. Придется подождать немножко. А вот уже и хелпун. Приходит. Чопер. Вот Б. И турки немножко расходятся по карте. Тут нет гранат, особо блуждать. То есть там парочка смаков, одна флешка. Дойдут до каких-то позиций. Там до ворот в центре, до выхода шарта могут дойти. Ну, скорее, такими гранатами сложным будет НАСА ходить. Я бы, наверное, планировал больше на Б-плэнд. Но турки решают и в СИК. Окей, они знают, что есть АВИК. И они знают, что у них одна флешка. Что делать будем? Ворваться под флешку получается. Угу. Вот так вот, значит. Ну, вот сейчас посмотрим, как у них это получится. Опа, контр-флешечка готова. Декстер на приемке. Смоки проброшены. И выползание на АВИК. Вот сейчас флешечка летит. Хорошо. Так, ну теперь Патти играет. Есть крыль, есть проказ. Есть пара второй. Четко. А вот теперь Декстер. Как он дойти? Непонятно. Есть килл. Проползает, проползает. Там партизан. Иксфлаут подобрал бомбу. Пытается заблэндить. Но это такие уже попытки спасти раунд 2 в 4. Каев точку. Мимо, кстати. Второй поближе взрыв. Но все еще не слишком сильно раздамажило. Так, ну теперь надо качественно ретейк. По 4 в 2. Молик Зиг. Отрезает. Все четко за контролем Икслауда. Без проблем. Ну там Патти чисто под свою флешку с гуся пикает. И вся команда Eternal Fire в блайнде. Один на Гендальфе. И три в блайнде оказались. Ну, кстати, да. Флешка какая-то суперэффективная получилась. Как-то никто не смог быть отвернутым и как-то среагировать на это. Продолжает выходить вперед. Спирит. Отрываться от соперника. Ну, мы предрекали, что сложно будет зайти на Аплент. Здесь Eternal Fire. Хотя, вот знаешь, конечно, если бы Патти не был на Апленте, а вот он был бы как ротейтер где-то в КТ. Да, 4 КТ, как Eternal Fire. Если бы вы играли, тогда было бы сложно. Второй тактический Eternal Fire. Слышим мы звуки с места проведения. Сложно разобрать, какие там конкретно стратегии, конечно, готовятся. Вот Спирит. Но более интересно, что Eternal Fire есть в атаке. Но сейчас вряд ли что-то сильно интересное мы увидим, потому что мало денег. Есть засевленный Авик, а в остальных там максимум какие-то пистолеты будут и, может, пару гранаток возьмут. Но ничего более. Может, респаун какой-то есть. Ну, ВП Воксика с прошлого раунда. Чик. Есть пробитие. 4 ХП у опорника Б. Силень. О, точнее, Патти погнал. Ну, вот, слушай, а сейчас-то он играет агрессивно против такого себе бая. Ну, Декстер забирает Воксика в пасе, смотря, это с Кантарасом. Все четко здесь, Господи. Декстер дальше агрессивно играет, но очень развязно себя чувствует. Решают против такого плохого бая не позволять сентерникам расходиться по карте. Никого не теряют, несмотря на красную сирень. И очень уверенно закрепляются в диффенсе. Молодцы, Спирит. В принципе, в защите мы не сомневались, что у них будут дела обстоять хорошо. Ну, и с таким уверенным количеством раундов за атаку. Могло быть и еще больше. Все, ближе и ближе, Спирит. К победе показывают нам тут хайлайты. Здесь, в принципе, со вчерашнего дня мало что поменялось. Снова эта схема. С ВП у Пасси снова он играет агрессивно. И, вообще-то, должны быть к этому готовы после вчерашнего матча Eternal Fire. Ну, сейчас это будет все-таки эго-раунд. Не будем спешить турков как-то щемить за это. Посмотрим. Вот если на бай-раундах их также будет пальцы забирать, это, конечно, будет неприятно. Турки заняли длину. И сразу же реакция от Спирит. От пушивания тэшки. Да, что, Воксик, алло, алло, что так-то? Что так просто? Чисто развернулся. Если я никого не вижу, значит, у меня не видишь. Текстер второй фраг, на него дальше открывается Каликс. Ну, имя пока сейчас выбирает. А тут второй авик, прикиньте, приз такой неприятный. Ну, это какой-то вообще закидон от Eternal Fire. Пять длина, что-то без гранат. Решили распикать авик, Воксика в спину забрали. Да, вот такие моменты, конечно, как и в прошлый бай-раунд, так и вот этот раунд немного намекают на то, что, может быть, идея с Дастом была все-таки не лучше. Потому что, как же, Воксик себя хорошо не чувствовал, но... Спирит так легко не пройти. Понимает Декстер, понимает, что карту можно закрывать. Он три фрага просто вот сделал и понимал, что вот четвертый его еще мог бы забрать, но... Ну, нет, его все-таки там разменяли. Здорово сыграл Декстер. Да, тут авику одно удовольствие играть такие раунды. Так, уверенный 3-0 все-таки не до комбэчили. Мы 16-12 на параллельном стриме. Дебютный матч на второй трансляции. Получается у Imperial 1-2. A Bad News Eagles 2-1. Ну, да, я как-то чувствовал, что они должны проходить. И сейчас очень-очень близки к этому. Правда, в BO3 им будет посложнее значительно, как мне кажется. Но уже показывают замечательные результаты. Да, это в мейджоре. 13-9. Спирит в трех раундах от прохода к командам с счетом 2-1. И сейчас они играют как раз против такого бая, который можно забирать. Ну, это бай, как это назвать. Буквально два армора есть вот такие. Ну, вновь Воксик пытается найти энтри. Вновь есть дэмэдж в центре карты. До этого попадал по сирене. Теперь по чоперу залетело. Но все это не летальный урон, как мы понимаем. Крайне сложно тут у скаута забрать. Нужно четко в голову или прострелом. Или просто в просвет. Ну, пока что спирит не подставляются. Играют в пассивных позициях. При этом можно подметить, что Декстер играет с авиком. Третьего там находится. И если Тернафайр будут заходить на Б, могут они удивиться такому раскладу. Декстер, хорошая позиция. Вот позиция хорошая, но если его будут загонять, надо, чтобы кто-то успел на хелпу. Ой-ой-ой! Хелпа! Хелпа! Не идет! Три на Б, и они сыпятся просто, чоппер! Все, его забрали. Слушай, ну вот. Ну, они 3 Б, но никто не курирует. Никому не помогает, получилось. Это странно. Это очень странно. Потому что у Декстера была позиция, и вот еще до захода это было понятно, в которой, ну, даже если бы он сделал килл, его давили бы. Уйти он не может. И я думал, что игрок, который находится за иксом, я не обратил внимания, кто это был там. Это Сирень, кажется. Или Чоппер? Нет. Наверное, Чоппер. Скорее, Чоппер был. Я думал, что как только начнется выход middle, пойдет тимбейт сразу в окно, да. И будет вместе с ним играть. Но этого не произошло, и причины для этого какие? Они, видимо, это не обсудили. И это было... Ну, то есть Декстер, видимо, не понимал, что его так могут задавить. То есть, либо Чоппер не среагировал, как должен был. То есть, они должны были договориться. Либо Декстер просто не понимал, что его так могут задавить. В любом случае это файл. Ну, и плюс еще Сирень убили довольно быстро. Да. Ну, у Сирени там, я не знаю, что там у него произошло. Но как-то тоже он не доиграл. Вот падает Сирень, и Чоппер все еще стоит в пленте. То есть, ему идти запрыгивать в окно уже поздно. Он не успевал физически. Нет, он до этого успевал просто, понимаешь? Он в пленте этому уже несколько секунд сидел. И вот тут просто вопрос, а были ли гранаты кинуть в Т-шку? То есть, по идее, надо... А там смог в воротах, кажется, еще был, да? Или что это было? Смог в воротах это от кого? Это от диффенса, что ли, был? Короче, очень-очень странный сетап на Б. Максимальная неразбериха. И очень в тему пауза сейчас. Потому что, ну, Леня понимает, что что-то сейчас мы дали вообще непонятно что. Ну, да, Б вроде бы укреплялась. И на Б пошли на плохом закупе. Я напоминаю, Eternal Fire. И в итоге взяли этот раунд. Ну, молодцы, Eternal Fire. Толпой задавили авик. Запушили плент, сплетанули из Т-шки. Все получилось здорово. Нашли фраги. Могли там от Чопера отлететь. Но и с ним тоже справились. 13-10. Ну, и все-таки какие-то шансики есть. Еще попадаться здесь в Eternal Fire. На Успирит все еще хорошо, потому что денег у них куча в запасе. Несмотря на проигранный раунд. То есть сейчас есть бай и дальше тоже будет бай. Так что все еще комфортно. У них все в диффенсе. Есть линадо Спирит. Есть также и Зиг. Декстер контролит эту часть карты. Eternal Fire пока что никуда не спешат. Сфлаут аккуратненько чекает прыжками. Готовит дым. Полетела раскидочка. Ну, это такой легкий фейк. Так, выманять гранатки. Собственно, выманивает. Весь раскид скидывает и что-то штратит. Вот это смог. Все логично. Патти. СВП работает на центре карты. Получает прострел мимо. Ответный молотов на ворота. Да, он потушился все-таки. Это физика КСа, друзья. Да, неприятненько. А вот турки выходят на длину. Бай забирает. Снова делает только один килограмм в длине. И тут Декстер включается. Есть враг по воксингу. Ну, в этот раз Емар справился. Нормально. По свою же флешку забрал Декстера. Сантарос уже выползает на плент. И здесь вообще-то никого нет. У команды Spirit. Патти просматривает. Там передроп бомбы. Эть. Нет, просто пришел и забрал этот плент. Ну, все. После этой смерти Чопера можно уходить. Это сейв, скорее всего. Наверное, нормальный пик от Лёни. Если бы сделал килл, то можно было бы дальше идти. Идут, идут, идут до конца. А в чем прикол? Не, развернулись. Ну, ладно. Все-таки уходят. Слушай, ну, Айвик просто так с Эмкой тут отдавать. 2 в 3. Шансы маленькие на ретейк. Даже с Мака нет. Так что все закономерно. Слушай, получается вот на длину здесь выйти в Eternal Fire. И мы помним, что до этого, когда они выходили так в мидраунде, все заруинил им Декстер, который забрал нескольких игроков. Фиммер там с ним не справился, да? А здесь, когда нормально все с Декстером сделали, у них все получилось. И вот здесь вопрос, наверное, есть к метод, который, ну, он килл делает, но он очень быстро умирает на длине. Знаешь, то есть он не играет с Ямой там как-то, да, с хелпой от тиммейта, а играет вот в позицию на килл. И после того, как он умирает, весь раунд на Декстере одном. То есть надо, чтобы Декстер феерил. А если у него не получится, то все уже. Так что как-то может быть, может быть, это одно из таких слабых мест сейчас у Spirit. Ну вот он, тактический тайм-аут. Попытаются поработать над своими слабыми местами Spirit. Попытаются улучшить свою атаку. Eternal Fire активно коммуницируют они с тренером, как мы видим. Ну и теперь, после парочки удачных выходов, Eternal Fire должны осознать, что карта еще далека от своего завершения. Что экономику они уже чуть-чуть наработали. И тут можно сломить команду Spirit, если еще один раунд удастся затащить. Или даже два раунда, судя по экономике Spirit. Да, с экономикой все очень хорошо. Есть сейлы. Были до этого раунда, где много игроков выживало. Есть килл от Декстера. Четко с Аликом отыгрывать. Теперь тут гибли. Так, там Ксантарес свою фишечную хаешку набрасывал, чтобы его не убили. Но в итоге все-таки забрали. И тут теперь четвером в туннеле такие думают, а что же надо делать-то? Видимо, расчет был на Ксантареса, что он там наделает шумиху какую-то. Пройдет сам, распикает, как-то подвлекает внимание. И под это выйдут на B. Но после того, как Ксантарес умер, поняли турки, что надо менять план. Оставляет одного эксплауда. Мы видим в Т-шке. Вернулись на базу, подобрали там какие-то хаешки оставшиеся от Ксантареса. Ну и поздними таймингами, в принципе, центр пустой. Шорт пустой. Можно еще что-то придумать. По крайней мере, с таким количеством гранаток точно. Ну вот, кстати, видим, на длине теперь находится Чоппер. И он играет более пассивно. Готов там жить и не умрет сразу же. Но Eternal Fire туда пока что не идут. И собрались в Зиге. Ну там два человека. Команда Spirit. Залетают бомбные смоки на выход. Флешки, стопящий молотов. Мэджикс на ближней позиции приема. По-моему, сейчас закончится и смогут выходить от турки. Гранат больше нет здесь. Spirit, Мэджикс. Есть килл. И он забрал этого имара. А что делают турки? Это, видимо, был фейк. И расчет на сплитбэ. Но теперь просто сейф. Ну такой неуверенный раунд. Что постояли в тэшке. Вернулись. Попытались раскинуть шорт. Потоптались в центре. Ничего не сделали. Куча гранат у них по-прежнему на руках. Ну и будет просто сейф. Отдают 14-й. Здесь, конечно, раунды очень важны. Ну идея могла бы сработать. Даже 4 в 5. Но вот ты верно подметил. Куча гранат у них в запасе. То есть надо было запускать уже, наверное, имара. Хотя бы под флешку дальше. Когда вот Мэджикс откинул ему Мойлик. Мойлик закончился. И потом накинуть флешку тиммейту. Чтобы он вышел из зиги такие. Попытался сделать килл. И после этого развернуться на Б. Это еще могло получиться. Но вот так вот просто, что Имер сам. Без хелпы от тиммейтов. Без никаких гранат выходит. Ну Мэджикс его спокойно забрал. И, конечно, это не доиграли здесь турки. Да, если бы они уже дали дым в КТ. Уже бежали на Б. Но они просто стояли в центре все это время. Ладно, 14-11. Экономика есть. Есть у Eternal Fire. Дектор снова на приемке. В прошлом раунде получилось найти тут минус. Из-за 3-2 игрока в нижней. У дифференда. Там нормальная такая. Заруба может быть в Тэшке. Если бы туда пошли Eternal Fire. Но он находится лишь один X-Flaut под туннелем. И тут с бомбой явно он не пойдет в туннель. Занимает тут спирит очень много пространства. Нужно, конечно, как-то им пользоваться. Сидеть 3-Тэшка. Смысла особого нет. Тут бы бомбу не потерять X-Flaut. Вряд ли пойдут к нему. Да, и пошли. Хотя прикинь таймер, какой мог бы быть. Ой-ой-ой, пару секунд. Развернули все-таки спирит. Ну и здесь 4 длина. Декстер понимает, что скорее всего тут или длина, или шорт. И скорее длина, потому что в шорде уже пассив. Стоит до конца, пытается найти какой-то праг. Тиммейт потушил машину. И теперь Eternal Fire. Сложное название-то. Будут до конца бояться этой машины, тратят туда еще молики. А там никого нет. Но начинается стояние команды Eternal Fire на этой длине. Опа! Здорово, пацаны! Есть дабл от Декстера. И гранатки есть у Дихо. Сложное будет. Адрятки есть у него в пассиве. И второго красным оставляет. Мэджикс спокойно сидит здесь в поезде. Замечает Галекса. Но они три плыли здесь. Ну, как-то слишком много пространства отдали Eternal Fire. Уже тэшку спирит прожали. И через мидл в шорт пришел пассиво хелповать на А. И никакого люркера ничего не было. Воксика с двух сторон закрыли. Осуждаем такие высказывания. Хотят ребята, чтобы Eternal Fire отправились в Мурцию. Поскорее, видимо. А сами хотят остаться здесь в турнире. Момент очков. Хотя все еще могут идти и другие пройти дальше. А Декстер, крусавчик, очень здорово сыграл. А вот Eternal Fire такими раундами тоже продолжает показывать все-таки, что, видимо, идея с Дастом была такая себе. Ну, потому что атака совсем как-то невзрачно смотрится. Какая-то микроидея есть, но позапрошлый раунд стоим, просто ничего не делаем. Прошлый раунд 5 длина. Ну, сейчас 5 тэшка. Как-то, может, тайм-аут надо было тренинг поставить. Ну, видно, что до раунда в пятером мы просто будем ходить. А вот там три игрока на Б. И, конечно, видимо, это будет похоронный раунд. Если в четком сетапе сыграет Spirit. И пока что их сетап максимально подходит под прием именно тэшки. Они не боятся за мидл. И должно у них здесь все хорошо получиться, по идее. Да, Сирен на ближней позиции. Пальцы на дальние. Работает Авик еще до раскрытия всех этих флэшек. Здорово забрал. Ну, все, все, наигрались. Или же нет. Там Ксантарес. Ой-ой-ой, Ксантарес. О, блядь. Фу, четко. Эмоции победы все-таки не отдали. Камбэк Spirit в первой половине классно вернулись Eternal Fire. Во второй половине могли зацепиться. Но такое впечатление, что тактическое русло иссякло. В самый неподходящий момент как-то закончились комбины, закончились раунды у Eternal Fire.